Здравствуйте! Я романтик-идеалист, решил найти сюда свою спутницу. Это мои друзья Станислав и Алексей. Артём, 25 лет. Приглашал свою невесту перебраться к нему из Сочи в Москву, но она мечтала сделать карьеру на Олимпийской стройке и отказалась переезжать в столицу. Артём – генеральный директор и соучредитель строительной фирмы. Получает второе высшее образование, занимается тяжёлой атлетикой, ходит в кино и на выставки, гордится тем, что работал на Олимпийских объектах в Сочи, мечтает создать свой строительный холдинг и побывать в Испании. Артёму не нравятся девушки, которая слишком откровенно одевается, обещает жениться, если избранница покорит его не только внешностью, но и интеллектом. Здравствуйте, Артём! Вы же были у нас на программе, и невеста вас выбрала. И почему вы снова? Ну, прошлой программе, после неё мы пошли с невестой на ужин, я её пригласил. И когда мы провели вместе вечер, я понял, что мы очень разные люди. И на этом наша история закончилась. За это время вы выросли из простого инженера, вы стали... Генеральный директор строительной фирмы. Ну, вот видите. И вы соучредитель, да, компании? Ну, невесты должны просто горстями сейчас на вас висеть. И красавицы, и умницы, и 25 лет, и перспективные, и растёте как на дрожжах. Ну, с лекарьеры. Я понял. Я по жизни люблю стабильность и ставлю перед собой цели. И всегда добиваюсь того, чего я хочу. Как? Он нравится тебе? Первое впечатление. Ну, симпатичное, но не скажу, что покорило моё сердце с первым взглядом. Ну, и надо пообщаться с ним. А за один ужин стало понятно, что человек действительно не ваш? Потому что мы предпринимали такое количество усилий, плюс судьба вам дала сам шанс появиться вообще из студии, быть увиденным и встретить эту девушку. Вы знаете, мы с ней прожили разные жизни, и мы разные люди. А вот можно подробнее? Потому что я, например, допускаю, что не то, что за время ужина можно понять, что этот человек не твой, а просто стоишь на остановке и ждёшь автобуса, и уже понимаешь, что это не твой человек. Вот что она такого допустила во время ужина, что вас от неё, так сказать, отвратило? Знаете, слова – это всё лирика. Когда я нахожусь с девушкой, я вижу её взгляд. Он определяет всё. Вот что определила? В данном контексте его не было. Вот смотрите, если вы пошли с девушкой в ресторан, и она, как в последний раз, заказала чёрные икры, устриц, дорогущее вино, то понятно, всё про девушку понятно уже. Или, может быть, она хамила официанту, или, может быть, она вела себя как хозяйка жизни. Вот просто мне объясните, я должна знать. Ну, знаете, когда я увидела её первый раз, у меня было одно впечатление. Когда мы пообщались, я понял, совершенно другой человек. Я понимаю, можно конкретнее? Была скромница, а потом, извините… Ну, более развязанная девушка. Она ведёт себя в жизни совершенно по-другому. Напилась? Нет, она не напилась. Ну, просто немножко хабалистым. Всё. Вот. Давайте напомним вашу историю. Вы работали в Сочи. Да, два года я работал в Сочи. В тот момент я ещё носил погоны, служил в такой организации военной и занимался строительством олимпийских объектов. И на работе познакомились с девушкой? На работе, да? Да. Как я помню. Нет, с девушкой я познакомился не на работе, а в ночном клубе. К ней приставали хулиганы. Мне это не понравилось. Я заступился за девушку, и мы разошлись. Потом, спустя некоторое время, я увидел её на пляже. И разглядели её душу? Её внутренний мир, её душу, её ласку, тепло. Я сразу понял, что это мой человек. У вас что-то было солнце просто так припекло-то, нет? Нет, это было её сердце, а не солнце. И у вас сложились ведь с ней отношения? Да, мы пристречались на протяжении полугода, но после этого мой контракт закончился, мне нужно было возвращаться домой. А она выбрала карьеру. И вы её позвали с собой? Да, я предложил ей поехать со мной. И она объяснила это тем, что у неё там складывается карьера, а здесь не поймёшь, что в Москве. Девушка занимала высокий пост, и она не хотела покидать свою работу. Хорошо. У меня не было возможности оставаться там. А если бы, как вы думаете, если бы вначале сделали ей предложение, руки и сердце, а потом бы пригласили в Москву, она бы поехала? Я думаю, нет. Нет, но вы же, откуда вы знаете? Это жёсткая карьеристка. Но вы же её пригласили пожить? Нет, я пригласил её жить не пожить, а жить непосредственно со мной, вернуться ко мне домой. Хорошо, но если бы вы ей предложили выйти за вас замуж, я думаю, она бы про карьеру не думала. Сегодня, наверное, будете уже более внимательны к девушкам, да? В конце концов, вы выбираете, не вас. Преимущество за вами, да? Расскажите, за кем пришли? О чём сегодня ночью и мечтали? Ну, ночью ни о чём не мечтал. Я крепко спал и готовил к сегодняшнему дню. Ну, вот фантазировали же, наверное. Абсолютно нет. А жена тогда для чего нужна? Нет, не фантазировали даже. Как? Откроется первый домик, там блондинка, второй, там брюнетка или что-нибудь? Вы не понимаете, у меня не важно, какой человек, блондинка, брюнетка или рыжая девушка. Я смотрю больше на внутренний мир. Ну, душевные качества. На то, какой человек. Так вот тогда опишите, какой человек ваш. Мой человек, это когда я смотрю на девушку, я вижу её восхищённый взгляд. Мой взгляд такой же к ней. Когда я чувствую заботу, ласку. А, то есть она должна с вами восхищаться. А я должен восхищаться ей. И самое главное, я люблю настоящую девушку. Когда нет фальши, лжи. То есть нет внутренних это, это... Нет, я думала, что фальши, лжи другая. Я говорю, что для меня главное внутренний мир человека, чтобы человек был хороший. А потом уже картинка была. А как вы узнаете? Вон, пожалуйста, была, человек хороший. Пришла, немножко расслабилась, вот тебе хабались-то оказалось. Просто Артём обычно внутренний мир рассматривает на пляже, мы уже знаем по его истории. Нет, не только. Он, наверное, меня ждал. Всю жизнь. Да. Хорошо, Артём, вы молодой парень, вам всего 25 лет, и я не верю, что вас в девушке привлекает только исключительно её внутренний мир. Потому что на самом деле девчонок очень много хороших, но не повезло с внешностью. И они одиноки. А другие не очень хорошие, ведут себя отвратительно. Но яркие, сексапильные, манкие. И они все устроены. Как правило, такие девушки, они пустые. Проходит время, и нам реально не о чем разговаривать. Для меня самое главное... А о чем поговорить с вами? Ну вот что, к чему сейчас подготовиться? Ну я не знаю. Обсуждать, допустим, спортивные новости, она должна, ну как бы, правильно. Знаете, главное, чтобы была гармония. Есть люди, которые располагают к себе, с ними хочется делиться, разговаривать о чем угодно. А есть люди, с которыми просто хочется молчать. Хорошо. Не понимаете, пока вы чего хотите. Но я все-таки на ваш возраст это ссылаю. Смотрите, вы военный, да, в прошлом? Да. Поэтому вы внутренне упорядоченный человек. Я люблю стабильность и люблю добиваться своих целей. Хорошо. А девушка тоже должна быть, наверное, внутренне собрана, знать, чего хочет, следить в доме за порядком, иметь какие-то уже навыки, да, для семейной жизни? Ну это как приоритет, было бы неплохо. Девушка у него не должна ярко там выглядеть. А, ну, то есть это, знаешь, серую мышку такую, чтобы дома посадить, чтобы там готовить, убирать, да, там селила, вот это вот все. Да, конечно, зачем Сочи ей? Москва, квартира, кухня, все как положено. А если плохо с этим, если не научили, но вот внутренне совпадаете, и все вам в ней нравится? Знаете, главное, чтобы я любил человека. Предыдущая моя девушка не умела готовить. Я, к счастью, хорошо готовлю, полгода готовил я. Это был нерешающий момент. Я просто ее любил, мне хотелось сделать ей приятно. Вы будете обговаривать тот момент, что после рождения ребенка она должна какое-то время посвятить ребенку? Да. Или сколько? Два-три года. Два-три года она должна от отец карьеры. А потом она может заниматься своими делами карьеры. А ребенка куда? К маме. А если у нее будет работа, которая не потерпит перерыва три года? Например, это может быть творческая карьера. Через три года перерыва можно поставить на ней крест фактически. Значит, мы будем решение с ней принимать вместе, которое бы устроило обе стороны. А если у нее уже есть дети от предыдущих браков? Взгляд стал испуганным. Я думаю, мы разберемся. Нет, мы должны сейчас с Артем каким-то образом... Знаете, если я влюблюсь с человеком, меня не испугает наличие того, наличие у нее ребенка. Вот это ответ уже. А вот это сами разберемся, тогда это, знаете, клуб знакомства имени Цурюпа. А я правильно поняла, ребеночка в два года вы в садик не отдадите, отдадите маме. А чьей маме? Моей маме. Если пожелает она, значит, я маме. А ваша мама на пенсии? Да. А ваша мама как активно участвует в вашей жизни? Вообще не будет ли она там влезать в дела ваши семейные, учить невестку? Подобный вопрос я уже с ней оговаривал. Моя жизнь это моя, ее это ее. Ну хорошо будет возможность улететь, отдыхать. Ребеночка, маме. Ирина, ты приобречешь маму. Ну да. Алексей и Станислав, вы вместе работаете или друзья детства? Ну я работаю с Артемом. Мы познакомились там в клубе. Вы ровесники? Ну приблизительно. А я знаю, а как часто вы проводите время в клубе? Раньше часто, сейчас очень редко, раз в полгода. А зачем туда ходите? Что хотите найти? Развидеться, встретиться со своими друзьями. Потому что часть из них периодически посещают разные ночные заведения. Да, и некоторые девушки из ночных клубов потом становятся вашими возлюбленными. То есть вам ничто человеческое не чуждо. Ты бы отпустила в клуб с друзьями? Ну если бы я была с подругами в клубе. Ну иногда я думаю, надо по одному. Надо по одному. По одному, да. Если девушка будет всем хороша и цельная, и взгляды будут совпадать, она будет духовная по вашим меркам, и маме понравится, и заточена будет на семью, ну будет нехороша собой. Ну, нос там. Я думаю, то, что... Складки по бокам. Друзья не ахнут при взгляде на нее. Знаете, если я ее полюблю за внутренний мир, то я буду с ней. И мне не важно, мне не окружающий. Роза, Вась. Вы знаете, Артем, вы на самом деле и простой жених, и непростой одновременно. Самый простой путь к вам, это через ваше эго, ну как в большинстве своем. То есть надо, девочки, слышите меня, значит, поем, ты самый-самый-самый. Ну, раз говорить, что и внешность не нужна, будем делать упор на внутренний мир. Правда, его еще никто не видел, но, может быть, мы сегодня как раз увидим отблески этого мира. Да, он требуется, но очень, конечно. Его не только красота включает, мне кажется, видишь, и внутренний мир. Надо вообще готовить. Артем, вы когда в гневе на девушку именно, на свою, когда вам что-то не нравится, вы уходите в молчанку, бурно выясняете отношения, или пишете ей письма, оставляете под подушкой, как вы выясняете? Я делаю проще, я просто вычеркиваю человека из своей жизни все контакты. Не даете шанса ей реабилитировать? А почему вы не допускаете, что вот, допустим, растет где-то девушка, а ее воспитывали по-другому? И она может ошибаться, потому что она живая, а потом извиниться перед вами, при этом она вас будет любить. Почему вы не даете человеку шанса? Я могу простить все, я никогда не прошу только измену и предательство. А жизнь, она ведь длинная и в браке. Вот мы что только не отчебучиваем, вот я, например. Понимаете, и когда я совершала плохие поступки, я это осознавала, потому что я человек разумный, так я потом столько давала своему мужу в виде заботы, я не знаю, там, любви, внимания, участвовала в его делах, что это того стоило. То есть я имела право на прощение. А вот если бы он встал бы в позу, как вы сказали, нет, вычеркиваю, он бы ходил несчастный. Давайте как-то уже друг к другу притираться, если я говорю о браке. Понимаете? Понимаю. Нужно давать шанс человеку, что же вы такой жесткий, миленький. Нельзя так. 25 лет, Ларис. Мне кажется, что все-таки это максимализм, связанный с возрастом. В 35 лет, если не находятся женщины, готовые поддерживать тебя в ощущении собственного величия, мне кажется, мужчина уже начинает корректировать свое мировоззрение. Вы действительно ждете женщину, ту, которая поразит и вас, и ваших друзей, в самое сердце. Это не обязательно внешность. Вы чувствуете, что достойность самого лучшего, и вы действительно, ну, со слишком большим уважением относитесь к этому образу в вашей голове. А женщины живые, они бывают очень разные. Я вам желаю очень спокойную внешне, без колебаний, без капли женской истеричности, девической истеричности. Даже не нужна особенно душевно тонкая. Она должна быть очень устойчивая для того, чтобы вам понравиться. Но при этом желаю, чтобы женщина рядом была с задатками настоящей звезды. Потому что только человек действительно интересный сможет ваше внимание по-настоящему долго приковывать. Поэтому желаю интересного. И подхватывая Василису, без всякой иронии, без всякого подкола, я хочу вам пожелать встретить девушку, похожую на Василису лет 10 назад. Когда она еще была не так оперевшаяся, как сейчас, не так уверена в себе, потому что телевидение придает вот эту самую уверенность. Но вот все, что перечислила Василиса, мне кажется, это свойственно ей. Поэтому ориентируйтесь как-то, хорошо? Во всяком случае, для меня будет понятно, кого вам рекомендовать. Вот такую, как Василису. Очень скоро нашего жениха ждут три незабываемые встречи. И, возможно, одна из них изменит его судьбу. Не пропустите. В эфире давай поженимся. У нас тут и Артем. Встречайте первую невесту. Очень хорошая. Да, она как-то себя так чувствует. Это как котеночек такой, знаешь? Здравствуйте. Здравствуйте. Бориса, это вам комплименты. Спасибо, какая прелесть. Роза, вам. Очень приятно. Какие-то конкретные. Василиса, вам очень приятно. С кем вы? Я с бабушкой Зинаидой Александровной и моя подруга Наталья. Здравствуйте. Какая молодая бабушка, какое счастье. Ей, мама, ее. Она у нас круглая сирота. Так что я мамочка, можно сказать, и бабушка. Поговорим. Давайте на вас посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Линна, 23 года. Работает моделью. Гордится тем, что стильно одевается. Мечтает открыть магазин одежды. Предупреждает, что она собственница. И будет ревновать своего жениха даже к друзьям. Возлюбленный Линны полностью ее содержал и пытался ограничивать ее свободу. Решила вырваться из золотой клетки и ушла. Надеется, что Артем ничего не будет ей запрещать. Расскажите, как вас вдруг в 18 лет шарахнуло к 40-летнему? Я приехала начинство в гости к подруге в Москву. И она говорит, у тебя все равно нет молодого человека, давай я тебя познакомлю с моим другом. Со старым, раз молодого нет. Он меня покорил тем, что красиво ухаживала, очень интеллигентно был. Он был женат? Нет, он не был женат. Но у него во Франции была жена, про которую он говорил, что она бывшая. Через два года где-то я узнала, что у него вообще есть дети. До этого он очень грамотно это скрывал. У меня вопрос возникает, что бабушка совершенно нормально к этому относилась. Меня вообще это совершенно... Смущает, да? Меня возмущение это вызывает. Он к вам приезжал? Да, мы общались. Воспитанный человек. Я полагаю, что... Ну и то есть состоятельный. А вы понимали, в силу своего возраста, что ваша девочка на содержание у взрослого мужчины, просто в Москве на содержание, это было и раньше, и классиков почитайте. Я всё это прекрасно понимала. И вы понимали, что этот путь в принципе в никуда, кроме растления душевного, это ничего не приносит. Вот эта тем более золотая клетка, всё давал кроме одного, да, стабильности. Пользовался молодой девочкой. Когда вы узнали, что у него дети и жена, в общем-то, не совсем бывшая? Года через полтора-два. А как? В какой ситуации? Мы сидели в ресторане, я думаю, он немного больше выпил и говорит, что ещё не поняла, что я не совсем свободен, и я не брошу детей, я буду регулярно с ними общаться, проводить праздники. Это, наверное, после того, когда вы стали как-то намекать ему, что хотите уже детей, и, в общем-то, надо узаконить, да? И тут он открылся, потом он натешился вами уже, что ему было старое. Это не алкоголь было, это, в общем-то, время прошло. Ну, его всё устраивало, пока Инди хотела большего, именно либо детей. Скажите, вы ожидали такого ответа или искренне были удивлены? Ну, я была удивлена, и мы с ним расстались. Вот просто вы встали из-за стола и сказали, не хочу больше с тобой иметь дело никакое. Ну, я в этот же день ушла от него. Но он забрал у вас все подарки? Нет, ну, подарки он оставил, он машину забрал. И, в общем-то, на улицу вас, да, выставил? Да, да, да. Сказал, езжай в свой город, Москва не для тебя, всё. А он вам объяснил, почему Москва не для вас? В конце концов, он не единственный престарелый толстосум, у которого жена с детьми за границей, а ему здесь как-то нужно же сбрасывать напряжение. Да, он мне сказал, Москва – это дорогой город, вот, и ты не потянешь просто. У тебя ни образования, ни какого-то... А почему, когда вы с ним два года жили, и у него были деньги, почему вы, допустим, не сказали, что хотите учиться? Вы бы учились, и для него были бы интересны. Кроме ресторанов вообще, какая у вас жизнь была? Что было ещё? Я закончила школу в Москве, 11 класс. Дальше он мне... Живя с ним? Да. То есть вы ходили утром в школу, и вечером врачей с ним? Да, каждый день. А на собрание на родительские кто ходил? Он? Нет, мы не ходили на собрание. Путаться со взрослым мужчиной, будучи школьницей, но... Молодец бабушка. Ну нет, ей уже на тот-то момент было 18. Ну она же в школу ходила. Ну да, да. Ясно. Ясно. И вы после школы пошли в модельный бизнес? Ну как мы с ним расстались, я поступила в университет. Помогать некому было, да? Да, некому помогать было. А пойти на содержание к другому мужчине не было врядом? Нет, мне это больше не нужно. Ну я свою мечту воплотила. У меня, к сожалению, не умерли родственники, и я всё продала, что у меня было в моём городе. И купила всё-таки квартиру в Москве. А сейчас чем заработаете? На что живёте? Я промо-модель и недавно работаю в ресторане. Хотите состояться в профессии? Нет, всё-таки я хочу как женщина состояться. Вы послушали и посмотрели на Артёма, вы пришли за него бороться. Вас в нём ничего не пугает? Пугает, что он категоричен, и он даже не будет какой-то диалог вести своей будущей женой, если на чем-то не понравится ему, да? Он зато будет содержать, всегда сытые будете. Знаете, Леночка, я выросла в провинции, и брак, когда женщина подстраивается под мужа, он может быть абсолютно никудышным, мало зарабатывать, меньше, чем жена, выпивать, вести себя дурно, но там уже эта традиция такая. У вас есть вот эта потребность до такой степени у мужчины, чтобы подстраиваться, ловить его настроение, не знаю, нравиться его друзьям. Как-то... Вот есть желание-то? Ну, я буду подстраиваться под мужчину, но не полностью прогибаться под ним. Не будете прогибаться? А вы знаете, что самая главная женская тактика – это служение. Вот как вам кажется, Артём достоин того, чтобы плюнуть на себя, на свою карьеру? Вот сказал, до трёх лет будете сидеть с ребёнком. Будете сидеть с ребёнком. А, ну, пока карьеры нет, как таковы. А что не по его, он так вас вычеркнет из своей жизни, и всё. Делит! Ну, если он полюбит, он же не вычеркнет меня. А он так же разлюбит? А он может любить только совершенный объект. Вот представьте. А если вдруг вы оступились, и ребёнка в сад место появилось в два с половиной года отдали, то вы уже не совсем идеальны. Это тираней. Я надеюсь, что вы это понимаете. Мне, в общем, что-то жених вызывает сомнение. Сюрприз, покажитесь. Артём, насколько мне известно, вы мечтаете заняться йогой. И я вам решила в этом немного помочь. Чтобы ваши занятия в будущем были наиболее комфортные, я вам презентую такой мягкий, удобный коврик для йоги. Кирпичик. Он для сложных упражнений вам будет с ним гораздо удобнее. Потом примень, я думаю, вы знаете, да, как его пользоваться. Ну, если не знаете, то я вам дарю такое иллюстрированное пособие для практикующего йога будущего. И там вы всё это поймёте. Спасибо. Так что желаю вам успехов. Спасибо огромное. Проходите. Как тебе? Понравился? Он понравился, но он такой с колоной. Алексей Станислав? Ну, я думаю, этой девушке я бы его не отдал. Ну, во-первых, я слышал то, что она собственница, и друзьям она, скорее всего, не будет показывать его нам. То есть отпускать, отдыхать. Ну и как раз-таки её жизненный опыт меня немножко пугает. Мне кажется, Артёму это тоже не нравится. Ну, считаю, не подходит. Как мой опыт подсказывает, мы все приехали в Москву в раннем возрасте. Одни девочки мыли полы в парикмахерских, а другие жили с богатыми барменами. Ну, по моей молодости это был верх, это самые богатые люди были. А ещё хорошо бы где-нибудь в валютных барах. Понимаете, и с возрастом вот те, кто мыли полы, а мальчики разгружали вагоны, из них что-то получилось путное. А где те девочки, которые были на содержании? Непонятно. Знаешь, платье действительно с молоду нужно. Мне больше спонсоры не нужны, я сама себе обеспечу. Но мужчина должен быть достойный рядом со мной. Что вы скажете? Мне, на самом деле, девушка понравилась. Во-первых, она... Это то, что было в прошлом, это было в прошлом. Не важно, сейчас она другой человек, и сейчас у неё новая жизнь, своя. Она сказала, что у неё сейчас Москва, квартира. Она сама добилась этого. Это очень тяжело, на самом деле. Купить квартиру в Москве, это, я считаю... Большего стоит. Это, да, большего стоит. Во-вторых, она очень честная и искренняя. Так что, Артём, вот на моём мнении, я бы вот уже галочку поставил бы. Да, Артём, она хорошая. Я вот подарок подарила, сижу, никак оторвать не могу. Но неужели, говорю, полакомиться вот бы можно? Вот у неё, как и в жизни, вот сама ловлю себя на... Вот вроде мешочек красиво подарила, а открыть его невозможно. Вот поди и разбери, что у неё там внутри. Непонятно, непонятно. Да, Розочка, по кофе и конфетке очень-очень вкусные. Вкусные настроения улучшают. Сложный гороскоп. И я, с одной стороны, понимаю, почему она в эту ситуацию попала. С другой стороны, вот что отличает обычно ребёнка от взрослого человека. Ребёнок, хотя и чист, но в нём есть ещё и такое потворство, не собственным желанием, непонимание того, что за всё в этом мире нужно платить. И люди с выделенной стихией воды и со знаком рака, в частности, а у неё знак рака очень сильно выделен в гороскопе, её заставляет к этой детской позиции естественным образом тяготеть. Если бы она была девушкой действительно хваткой, осторожной и практичной, если бы в ней была правильная смекалка, она бы за эти два года, даже будучи вынужденной, страдая от этой ситуации с этим мужчиной, она могла бы найти для себя какой-то выход. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736, Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. И не пропустите новые знакомства через несколько минут. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас судьи Артём. Встречайте вторую невесту. Слушай, ну девочка так красивая, только, конечно, тебе не конкурентка. Да. Здравствуйте, Даша. А с кем вы пришли? Это мои друзья Ханна и Атар. Давайте на вас посмотрим. Дарья, 25 лет. По образованию психолог. Работает спортивным агентом. Ходит в консерваторию и на выставки. Участвовала в благотворительном фонде помощи детям-сиротам. Мечтает, чтобы её будущий сын стал всемирно известным футболистом. Дарья влюбилась в католического священника, но духовный сан не позволил ему взять её в жёны. Надеется, что с Артёмом у них не возникнет преград. Вы католичка? Да. По рождению? У меня мама католичка, и я была крещённая в католической церкви. И как вы познакомились со священником? Ну, он приехал на практику в Калининград. Я тогда ещё жила в Калининграде. И в общей компании так получилось, что познакомились, стали общаться. А вы выглядели вот так, как вы выглядите? Ну, нет. Конечно, это было 8 лет уже прошло практически, совсем давно. Сколько же вам было лет? Мне было тогда 16-17 лет. А ему? А ему 20. И у вас завязались отношения? Да, у нас завязались отношения. Ну, это была буквально какая-то любовь с первого взгляда. Мы влюбились друг в друга и просто буквально растворялись друг в друга. Ну, когда он поступал в семинарию в духовную, он же, наверное, всё про себя понимал. Он понимал, на какие жертвы ему нужно пойти ради служения Богу, да? Или сейчас весь мир сошёл с ума? Можно сходить туда, немножечко поработать священником? Ну, по-видимому, я думаю, что он не ожидал, что его вот ожидает такая встреча со мной. Это как судьбоносная встреча была своего рода. И он решил из семинарии уйти, да? Да, он решил уйти из семинария, но как бы это были лишь досужие рассуждения его. Потому что когда у него были наставники определённые, которые его, ну, блюли его такой образ жизни определённый. Потом он по распределению уехал в Польшу, да? Да. И вы, после того, как он с вами не остался, он выбрал всё-таки церковь, вы поехали и нашли его? Ты представляешь, да? Порочная женщина. Да, я поехала, нашла его. Он удивился? Он был вообще совершенно шокирован. Такой встречи, что я явилась в семинарию. Скажите, а вы в костёл ходили в католические ради развлечения? Нет, я была крещённая там. Нет, а что вы делали? Если у вас совершенно понятия никаких нет, нет нравственных ориентиров. Ну, есть какие-то табу. Конечно, есть. Ну, нельзя чужие письма читать. Почему? Ну, вот потому что нельзя, и всё. А нельзя заигрывать со священником. Ну, я страдала очень, знаете, Лариса, я очень страдала. Зачем вы поехали за священником, который уже сказал? Я выбрал служение. Почему вас никто не остановил? Трудно очень ответить на этот вопрос, даже спустя годы. И что вас в нём привлекло? Какие качества? Я не могу даже сказать, что именно, но это был какой-то гормон, какое-то притяжение. Я думаю, что это запретная ситуация, когда вы понимали, что нельзя. А вы думали, это нельзя всем, а мне можно. Сколько лет живу, столько лет удивляюсь, с католиком, со священником. Мама дорогая. А вы чем где зарабатываете на жизнь вообще? Я придана бы узнать. Приданная есть. У меня я очень хорошо зарабатываю, я специализирую себя. Спортивный комментатор? Нет, спортивный агент. Я занимаюсь трансферами футболистов. Это очень модная сейчас профессия. Огромное количество молодых людей хотят быть именно спортивным агентом. То есть вы будете так по жизни? Ну, пока меня это устраивает. Посмотрите, вам 25, Артёму 25. Артём вполне состоявшийся. Вас что-то настораживает в нём? На мой взгляд, мне кажется, что Артём ещё до конца не знает, какую он хочет девушку. Но так немножко ещё сомневается. Вот нет конкретики в его писаниях, вот как он объяснял. Он для вас не молод? Ну... Да, вот ваш друг, Атар, кивает головой, ему кажется, что молод. Ты думаешь, что молод? Ну да, по вашему образу, у нас просто пацан сидит. Мальчик, честное слово. А тем более я не понимаю, спортивный агент, там, всякие футболисты, что они присмотрели, что ли? В основном, в общем-то, я вам открою секрет, что жёны, в частности, принимают решения за футболистов. У меня больше общения происходит с жёнами, конечно. Потому что являются агентами их жёны, да, и подписывают контракты. Ну, в общем-то, да. Слушайте, из-за этого так все стремятся сейчас выйти замуж за футболиста? Ну, хорошо получают. Заработная плата высокая. Я думаю, что... Ну, мальчики сами не стремятся жениться рано. Я вижу, что вообще абсолютно ноль. Только деньги. Хорошо. В отличие от Артёма, вы, наверное, уже определились, как вы себя видите, свою роль в браке? Да. Мужчина должен, конечно, быть главным в семье, безусловно. Даже не в плане того, я буду работать всегда. Когда у меня будут дети, я хочу троих детей, замечательных малышей. А вы сколько? Тоже троих. А кто за ними смотреть будет? Я буду смотреть какое-то время, там, три года в декрете. Но я такой человек, я все время в декрете. Я не могу сидеть дома. Даша, послушайте, вот давайте посчитаем. Ну уж извините, я немножко времени займу. Значит, пускай даже они друг за другом будут. Это уже как минимум лет шесть. А сколько ей лет? Ей лет тридцать, да? Сорок пять. Сорок пять? Она взрослая. Это она взрослая. Пожелая женщина. Почему ты так говоришь? Ты, твой злой язык. Сюрприз, покажись. Артем, я хочу подарить тебе один тибетский талисман. Даже если мы с тобой, может, и не будем общаться в дальнейшем, но ты все равно будешь вспоминать, посмотреть на него и вспоминать про меня. Он приносит силу мужскую, духовную, физическую. И если вдруг тебе когда-то в жизни станет как-то трудно или тебе надо будет решить какую-то проблему, просто возьми его, подержи в руках, и он действительно работает. Увидишь. Спасибо. Дарья, последний вопрос. У вас на левой руке кольцо, которое дарят во время помолвки. Нет, я просто люблю носить украшения на этих пальцах. Нет, на левой руке такие кольца барышень себе сами не покупает. Мне подарили это кольцо, да. Вам кто-то делал предложение? Практически, можно так сказать, что... Почему они приняли предложение? Наверное, знаете, я еще в раздумьях, потому что этот человек, он меня не душит, он не дает, он говорит, думай столько, сколько тебе нужно, и если, говорит, ты встретишь кого-то другого, я пойму. Только, говорит, мне возвращай мне кольцо. А может быть, вы пришли тогда не за Артемом, а поиграть на нервах жениха? Я не думаю, что он станет смотреть программу. Даже провоката. Вряд ли до него это дойдет. Спасибо. А вот по поводу физической силы потереть надо где-нибудь, да? Можно просто... А ну, после тебя силу потеряет, Роза. А я первая подержала в руках. Спасибо, Дима. Спасибо. У помолвочного кольца определенная форма. Она смутилась. Это правда. Самое главное, что это правда. Твой последний ответ мне очень не понравился по поводу помолвочного кольца. Надо было сказать правду, что у него есть жена. Все, что до этого, мне кажется, это была абсолютно придуманная история. Ну, может быть, где-то. И в 16 лет она поехала в Польшу. Она его там нашла. Как она его могла найти? Кто бы ее туда, на территорию пустил? Монастыря, где священники. Кто-то ее взял за руку, какой-то священник подвел к нему. Это все мне как-то... Мне кажется, они сидели с Ханной и решили вот так. А дай сходим на программу. Потому что эти такие сидят, прям такие умницы. Что-то там задают. Мы их сейчас быстренько сделаем. Дарья не похожа на девушку, у которой проблемы с молодыми людьми. Которой нужно приходить и бороться за женихов. Я думаю, у нее все в порядке. Я думаю, ей действительно кто-то сделал предложение. И это чистое развлечение. Василиса. Мне бы очень не хотелось, чтобы это стало доброй традицией. Получив помолвочное кольцо или предложение о замужестве, сходить на программу «Давай пожениться» в качестве девичника. Это было бы очень обидно все-таки. Да, парни, а вам понравилось? Дарья. До того момента, как мы увидели все кольцо, она в принципе складывалась у меня положительное мнение. Я думал, что девушка вполне возможно могла подойти Артему. Но кольцо расставилось все на свои места. Я купила себе сама, потому что мне нравятся юридирные изделия. Все, конец оптужинения. А вы что скажете? Ну, у меня без кольца не в том дело. Никто не говорит, что она плохой человек, хорошая девушка, прекрасная. Мне абсолютно не очень понравилось. Да. Красавица, умница, рассудительная. Она такая прям образ бизнес-вумен. То есть она вот в избу войдет, там мужа вытащит. Вот такая девушка. А вам как, Дарья? Яркая, интересная девочка, но она еще не наигралась. Она не знает пока сама, чего она хочет. Совсем скоро нас ждет еще одно знакомство, которое может стать судьбоносным. Не пропустите. Вы смотрите «Давай поженимся». И я предлагаю вам встретить третью девушку. Проходите. Здравствуйте, Олеговичка. С кем вы? Я с подругой, ее зовут Любовь. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. Алиса, 26 лет. По образованию психолог-логопед. Работает продавцом в магазине карнавальных костюмов. Ходит на автомобильные выставки, коллекционирует ангелов и мыло. Мечтает переехать в Испанию. Предупреждает, что она транжира и не любит готовить. За месяц до свадьбы Алиса узнала, что ее жених возобновил отношения со своей бывшей девушкой. Не смогла его простить и отменила бракосочетание. Надеется, что Артем станет прекрасным мужем. Какой красивый ангел у вас на шее. Спасибо. Просто прелесть. Я так понимаю, вам жених разбил сердце? Разбил. Это ужасно. За месяц узнать, что он вам изменяет. А кто вам открыл глаза? Его мама. О, понятно. А как это выглядело? Получилось так, что мы с ним в один момент поругались на бытовой почве. Итак, вы живете своим возлюбленным вместе с мамой в его квартире. Да. И? И в один день я ругаюсь, и его мама советует, ну так как мне плохо на душе, плохо на сердце, мама советует пообщаться с его бывшей девочкой. Ну просто вот пообщаться. Зачем? Хранный совет. Ну видимо, и злить друг дружке душу, что мне так вдруг станет легче. Какой оригинальный совет. А до этого, судя по всему, мама уже пообщалась с бывшей девочкой. С чем? С бывшей девочкой. А зачем? Лучше не знать, это прошлое. Ну да, это прошлое. Я первый раз видела эту девочку, и она мне удивилась. А мне кажется, она как ждала. Конечно ждала. Да, да. Потому что когда я ей позвонила, она даже не спросила, кто. Она сказала, да, я уже внизу жду. Даже не спросила, кто. Да, она говорит, я поняла, кто. Слушай. Да? Да. Да, да, да. А может быть, это была провокация? И вы... О, когда вас доходит, оказывается, быстро. Прямо молниеносная реакция, я бы сказала. Алисочка, и что она вам там поведала, бывшая? Ну, поведала, что оказывается, мы начали с ним встречаться, когда у них еще были незаконченные отношения. И он как бы, чтобы не сильно ранить ее душу, он продолжал встречаться с ней. А вы ей сказали, ах ты сучка крашеная. Она сказала, почему крашеная? Конечно сказала. Сказали, да? Конечно сказала. А потенциальной свекрови, без слова крашеная, ничего не сказали? Нет. И вот приходит ваш жених, и вы ему что? Я все знаю, подлец. Да, и он мне, ну что ты, давай свадьбу, все будет идеально. Потому что это неправда, да? Ничего не будет. Нет, он сознался. В чем? Он все объяснил, как были измены, что он приезжал к ней там, что ей было тяжело, и она сама на него бедная набрасывалась, и он не мог устоять. Смотрите, какие откровенные сейчас молодые люди, и как это слушать, да? Вас легко обидеть? Да. Легко. А вот в основном что вам обиду наносит? Знаете, я скорпион, я не показываю это, но меня можно обидеть только вот душевно. Вот цепануть что-то, что вот нельзя трогать. Все, все вас буквально обижает. Вы на самом деле очень чувствительны и вибрируете. Ну, потому что если не простила, такую глупость накануне свадьбы. Лариса, ну это тот случай, когда человек себя разъедать будет изнутри. Да, да. Представляешь, с такими переживаниями пойти к бывшей, набрать ей там, это же... Представляешь, как у вас не разорвалось сердце. Вот я, например, на такое не способна. Я могу подкараулить после подъезда и дать по башке, если там поездка болезет? Ну, чтобы вот так, мне бы, я... Дорогая моя, ну, все это в прошлом, правда? Да, конечно. Мы скорпионы влюбчивые. Если мы вот влюбимся, то все. Да? Однолюбые. Однолюбые, да. Вот мне интересно, Артем, девушка, вам для чего? Чтобы строить с ней будущее, строить с ней семью, иметь от нее детей. А развлекать как будете? Театр, музей, выставки, галереи. Вот, я про это хотела. Вот, все нормально, все как положено. Ясно. Братишки, вы улыбаетесь, знак хороший. Вижу, что вам Алиса нравится. Неприятная девушка, есть изюминка, шарм. Спасибо. Как ни странно, я вот хочу добавить до того, как вы сказали, то, что вы скорпионы, на самом деле, я много чего общего видел со мной. Я думаю, Артем это тоже заметил. Ты меня достаточно хорошо знаешь, так что... Вы что, клинь подбиваешься, если что? А почему вы нет? Нет, так бывает. Почему бы нет? Ну, я только спрашиваю. А вы свободны? Да. Опаньки, а вот у нас так... Посмотрите, может быть не будем мешать новому зарождающемуся чувству. А вы когда родились? Дату мне, пожалуйста, день, месяц, год. Я тоже скорпион, 31 октября, 88-го. Сейчас посмотрим. Конечно. Послушайте, у нас не так часто, но пару раз было, что вы же пока тоже по уши не влюбились в Алисочку, а для друга-то. А мне кажется, вы внешне как-то с другом. Может, Алиса повзрослее мужчина нужен. Кстати, как вы к возрасту мужчины? И вообще возраст не показатель. Я буду даже нервничать. Не даю добро. Василиса. Сейчас, молчите. Сейчас, одну секунду. Мне нужно быстренько посчитать базовые вещи. Конечно, готовлюсь я к программе по-серьезному. Если мужчина гуляет, значит, ведь она чем-то недостаточно. На стороне что-то ищет. Да. Алиса, а что значит для вас слово «семья»? Как вы подразумеваете это? Ожи, ложи. Да, да, вот она, здоровая конкуренция-то. Да, да, да. Смотри-ка, сидел до этого. Не смеяноч. Для меня семья – это… Лёх, не тушуйся. Это понимание. Понимание, уважение. Перекрёстный, пожалуйста. И чувства. Главное – любовь. Если любви в семье нет, это не семья. Как-то она не с улыбкой. Ему. Как вас любить надо? Что для вас любовь? Вот что вас радует? Вас счастливым что делает? Кому-то нужно шубку покупать, кому-то по столу раз надо по голове гладить, по телефону звонить. Мне нужно всё. А кому-то, наоборот, чтобы… Я отдаю всё, я хочу получить всё. Почку отдадите? И почку отдам, и сердце отдам, если надо. Первая, первая вещь, которая говорит о этом. Правду говорит, да? А зачем такие жертвы? А подожди, Лёша, Лёша, Лёша. Здесь тоже кое-что интересное. А тебя может, допустим? Руку отдашь? Надо подумать. Знаете, я вам хочу сказать, за 4 года я первый раз вижу живую эмоцию. Человек просто зарделся. Если вы сейчас, гады, помешаете… Я хочу тебе сказать, что я тоже боюсь дышать, потому что там и отдыхать хорошо вместе, там есть явное пересечение у гороскопа. У вас явно отболело уже двухлетней давности за старую, поэтому мне кажется, что у нас чудо просто на глазах происходит. Алис, да вы и внешне как-то больше… А посмотри, Алиска как вдруг захохотала, застеснялась. Показывайте сюрприз, милая. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, у меня здесь сувенир. Так как 25 лет, вам, мне чуть больше, но, тем не менее, из моего детства осталась одна тёплая память. И я недавно встретила её в магазине и не купила. Но когда я узнала, что вот сейчас, ну, съёмка, сейчас тот человек, да, который вот должен, может быть, и я вернулась в этот магазин, и представляете, там это было. Я это взяла, и потом обязательно вы на это посмотрите. И написала вчера небольшой стих. Лишь в одиночестве познаешь ты себя, И повзрослев, умнее ты понимаешь, Что нужна семья, где умный муж, красивая жена, Живут друг дружечку любя. Ну вот беда, а где найти тебя? Пришла я к Василисе, Розе и Ларисе. Здесь претендент достойный, Быть может, и поженимся, Но если вдруг осмелимся. Красиво. Спасибо. Лёша, Лёш, Ты что там время-то теряешь за болтовнём с товарищем? А можно посмотреть? Да, смотрите. Ой. Помнишь? Была такая жвачка. Да. Спасибо, девчонки. Спасибо, Алиса. И так вот, похохатывая, проходите в свою комнату. Спасибо. Алиса, я думаю, что он тебе вообще не подходит. А вот уже Алексей, Алексей может быть. Алиса хорошая, мне так показалось тоже искренне, знает, чего хочет девушка. Так что, ну, мне кажется, она на самом деле не для Артёма. Для Артёма девушка под номером один, я, по крайней мере, ему советую. А Алексей, ну присмотрись, почему нет. А он уже присмотрелся. Я вот, я чувствую, что реально он здесь... Вибрирует. Вот, да. А я заметила, он зарделся. А что Василиса сейчас скажет? Это действительно смущение. Конечно. Она и засмущалась, и занервничала. Ну, у неё несколько планет в знаке Скорпиона. Значит, что, во-первых, ей Скорпиония стихия, в принципе, сродственна. То есть ей нравятся люди этого знака. И у неё, и у вас луны в раке. Это значит, что есть бытовая реальность, вас объединяющая. Вам вместе отдыхать хорошо будет. Вы дома будете любить одну и другую. Ой, какое счастье. И поэтому очень здорово. Мы увидим, какой выбор сделают наши женихи. Ну, как тебе жених-то? Мне больше друг понравился. Так он 24 года, блин. Я не знаю, я такой, от чего она больше. Станислав, трудная ситуация, необычная. Как будем выбираться из неё? Вы тоже друг, третий. Разруливаете. Я не при делах, то есть. Вот моё мнение, я вот Артёму, мне сразу я сказал, тоже девушка Лина. Она, мне кажется, Артёму очень даже и подходит. Мне все девушки понравились, но третью девушку я реально вижу. И со стороны девушки искренние эмоции, смущения. И уже Лёшка весь здесь занервничал, ушки задёргивает. Лёшка, вот так бывает, никогда не знаешь, где тебя накроют. В супермаркете, в бане или на программе. Давай, поженимся. Лёшка, на самом деле, идите к Алисе. А вы, Артём, к Лине. Вася. В любви, как на войне. Если будешь сидеть спокойно, всех расхватают. Дарья уже засватана. Алиса, мне кажется, предназначается уже вашему другу. Это всем очевидно. Поэтому остаётся только Лина. Ребят, сами, давайте сами договаривайтесь. Мы вас в любом случае поддержим. Поэтому разбредайтесь, куда хотите. Кто куда. Пойдём. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте СМС их номером по телефону. Четыре четвёрки. Рут, 23 года, номер 2318. Генеральный директор косметической компании. Живёт в Израиле. Занимается йогой, читая детективы. Ищет высокого, надёжного мужчину от 25 до 40 с хорошим чувством юмора. Аркадий. 45 лет, номер 2319. Владелец завода по производству сварочных аппаратов нового поколения. Любит путешествовать, мечтает встретить порядочную, добрую, открытую девушку с золотым характером и выдающимися внешними данными. Мы не знаем, что сейчас будет происходить. Выйдут Артём и Алексей по одному или парами. Давайте посмотрим. Давайте их поддержим. Выходите. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Привет. Привет. Самая лучшая. Спасибо. Спасибо. Алиса, на самом деле, очень приятно было с тобой познакомиться. Я не думал, что всё так получится. Возможно, это только начало. Я очень хочу с тобой пообщаться. Взаимно сказать, что я счастлива, ничего не сказать. Потому что сегодня у нас две пары. Артём и Лина, Алексей и Алиса. Если вы тоже хотите обрести своё счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравилось, и кто-то изучает из-за сегодняшней программы, и вы хотите с ними познакомиться, отправляйтесь с тобой с именем героя на номер 4-4. Я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Удачи. Удачи. Нелегко рассказывать о действительно первом удивительном чувстве любви, которое я познал. Ну вот что-то как-то зацепило, потом за ужином пару слов. После этого я его, в общем-то, и не видела. Полюбила гармониста, сарафанчик в крапинку. Ты хотел в свой день рождения сделать ей предложение? А он что не сделал? Меня отговорил друг. Мой друг из Занзибара Меня отговорил. Плевать, что будет у тебя теперь дальше, столько мыслей, боже, в голове одна каша. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...